ребят всем огромное здравствуйте лёха как всегда с вами сегодня пройдемся по тематике супа а именно о чем я говорю вот знаете когда первого числа просыпаешься и оливьешки ты уже не осталось и селедки под шубой нет но хочется что-то оттягивающего вкусного и не хочется долго готовить у нас есть для вас выход этот суп называется давайте назовем так быстрый суп с тушенкой но вообще по идее у нас семье это называется мы называем как некие свежие щи быстрая версия поэтому я с удовольствием вам сегодня этот рецепт продемонстрирую новый год это такая тема что хлопоты и надо то сделать подарки друзьям купить родителям еще что-то иногда не хватает времени для того чтобы составить новогоднее меню а уж если говорить о теме после новогоднего меню что-то интересное тебе газ и еще что-то тоже нужно время и у меня есть выход для вас яндекс пригласил меня поучаствовать в подборке оттягивающих рецептов после нового года как найти эту подборку спросите у меня элементарно мы с вами воспользуемся голосовым помощником от яндекса алисой она помогает справляться с ежедневными задачами и теперь она с вами нам поможет и в этом вопросе давайте наглядно покажу как это все работает мы с вами включаем яндекс яндекс ты где вот он у нас здесь замечательный привет алиса грильков привет меня зовут алексей грильков я решил что будет неплохо собрать добротные рецепты которые вот идеи для рецептов уже есть от простых и быстрых до сложных и действительно долгих в этом проекте поучаствовали многие другие блогеры по разным тематикам и вы можете легко ознакомиться с их подборки которые они сделали достаточно сказать сейчас я вам прям опять же все это покажу смотрите включаем опять же браузер привет алиса как отметить новый год с наступающим вы по адресу и тут есть советы от блогеров чтоб посмотреть на новый год либо на каникулах опять же подборки очень интересные также присутствуют подборки ну например музыки мне это актуально мне хотелось бы и в новогоднюю ночь и уже на праздниках что-то интересное послушать подборки уже будут вы просто включаете плейлист и слушаете функционал алиса действительно поражает ссылочка на алису от яндекса будут в описании имейте ввиду и можете по теме новый год действительно что-то интересное для вас найти ну а мы с вами приступаем к приготовлению супца оттягивающего погнали мясная составляющая понадобится 500 грамм тушенки я взял говяжью ребята очень важно это ведь вот жирочек мы на нем с вами будем сейчас все это обжаривать жир я кладу на разогретую сковородку и жду пока он подтопится первое это половина луковицы мелко нарезанные отправляем сюда следом за ней идет морковушка морковь лучше всего не на терке а мелко вот так вот нарезать также сюда болгарский перец вдруг не любите перец можете нам не добавлять показываем свой рецепт нарезаем не очень крупно чтобы все это дело на ложку нам не нужно здесь добиться того чтобы например тоже сам болгарский перец был состоянии аль денте нет сейчас мы прибавим немножко газу и отправим сюда один томат также нарезанный все это обжариваем на протяжении минут пяти-шести нам нужно придать больше томатного привкуса поэтому я добавляю томатную пасту я вот такие вот смотрите прям с горкой две а можно даже больше можно две с половиной столовые ложки отправлюсь и теперь смотрите теперь мы все это дело еще в какой-то мере уже наверно тушим на протяжении тоже минут пять-шесть что-то около того зажарку пока мы убираем и можем двигаться дальше дальше это я не буду это называть бульоном потому что я понимаю сейчас там бомбежка в комментариях будет я беру большую такую кастрюлю и наливаем сюда три литра воды два с половиной три литра этого будет достаточно берем две вилки и начинаем вот так вот на кусочки раздербанивать тушенку отправляем далее в кастрюлю я немножко убрал воды ребята мне показалось что все-таки надо где-то 2 200 воды сделать это уже так по вкусу и сюда отправляем тушенку и ждем пока у нас все это с вами закипит белокочанная капуста здесь ее 400 грамм нашинкованная забрасываем сюда также два крупных картофеля обратите внимание как они нарезаны не очень крупно чтобы это быстрее приготовить мне ни в коем случае нельзя сделать так чтобы капуста была очень-очень мягкий бы чтобы она была состояние такой знаете слегка в хруст . по следующим ингредиентам это один лавровый лист прямо сейчас отправляем сюда и немножко перца здесь также присутствует душистый перец и так и все это мы с вами аккуратно перемешиваем ждем пока все это закипит ставим на средний огонь и забываем минут на десять может быть восемь что так и на глаз короче это происходит ребята я пока не соль не добавляю соленка таленка соленка блин тушенка сама по себе солоновата поэтому лучше потом по вкусу все это посолить всю зажарку я добавляю непосредственно в суп ну или не до суп как вы там назовете я не знаю почитаю комментарии я думаю что комментарии конечно у этого рецепта будут просто великолепные все теперь я ставлю максимальный жар самое время добавить соли я рекомендую вам настоятельно попробовать во первых покупайте нормальную тушенку чтобы она была качественная я уже попробовал понимаю что мне не хватает сюда щепотки 3-4 может быть кому-то захочется больше или меньше после этого я все это перемешиваю там или еще ровно 4 минуты на среднем огне после этого выключаю даю настояться хотя бы минут 10-15 может меньше и выйдем пробовать ну а теперь давайте без лишнего балабойства попробуем ребята у меня настолько теплое ощущение к этому супу я сейчас попробуем все расскажу обязательно блин как горячо погнали кое-что не хватает скажу честно врать не буду не хватает соли потому что ну лучше не досолить я считаю лучше пусть каждый себе в тарелке все сделает и не хватает чуть-чуть буквально немножко но это уже вот каждому свое на таха наверняка не будет добавлять да а я вот что там идет что-то о-о-о пошла же ореха немножко буквально чтобы все это подострить я еще добавил немного свежемолотого перца я добавил сметанки шметаночки родной ну а теперь я думаю будет хорошо это один из тех теплых рецептов которые мне очень приятно показывать вам потому что когда я показываю его делишься такой знаете некой традиции в какой-то мере можно сказать давайте немножко расскажу на самом деле я об этом супе узнал от своего друга мы были в походе и как нормальные люди варят уху скажем так то мы не смогли поймать рыбу потому что что-то пошло не так и у нас было три банки тушенки мы в котелке забубинили этот суп доехали до деревни купили все овощи ребята я честно скажу я в это влюбился единственная фишка какая мы делали без томатной пасты но без томатной пасты нету вот этой кислинки поэтому я настоятельно рекомендую вам добавлять например как наташа справляется с этим недугом недуг на это очень громко сказано кисленького то хочется чего-то она добавляет антоновку если я не ошибаюсь да так кислые яблоки я она говорит что я ел и мне очень нравилось но вот сам факт того что я сам это делать это знаете как есть такая тема мой муж до сих пор думает что не ест лук и не ест там что там и кабачки да на самом деле просто надо не говорить что они там есть поэтому если вдруг вам не нравятся томаты или может быть вы не хотите добавлять томатную пасту воспользуйтесь этим этой темы ты как мелко на терке и чуть-чуть до добавляешь немного для кислинки небольшой я согласен с тобой но с томатной пастой получается здорово самое главное правило самая главная фишка этого супа что все готовится за один час то есть может и у пометит нас съемка я уже сто раз объяснял это долго но с точки зрения дома когда ты один ты быстро все нашинковал нарезал параллельно у тебя уже обжарка стоит здесь уже на второй комфорке стоит вода в которой я пошел бульоном это сложно назвать но вы видели по кругам до что ощущение создается именно такое я знаю что очень многие люди скорее всего напишут что они своим свиньям отцы у них готовили лучше попробуйте я вот ну для нормальных людей серьезно я понимаю что это не вышка кулинарии я понимаю что это не бо не борщ не харчо который я надеюсь мы обязательно сделаем это не тот рассольник который в том году вам показывал где нужно было изгаляться и готовить очень очень долго вот раз два три все готово и с утра у вас офигенный суп если вдруг вы не любите капусту состояние аль денте а я обожаю я считаю что первые две тарелочки да когда ты варил час еще одну съем потому что действительно обалденно я люблю чтобы капуста была такая знаете слегка-слегка в хрусточку вот это просто вообще вот так опять же если мы будем говорить про натаху натаха говорит я у меня в семье не любят этого и она немного дольше держит то есть имейте ввиду хотите так хотите так но я настоятельно рекомендую в хрусточку потому что это прям бомба сметана перец любите остринку добавьте соус ваш любимый а так просто вкусно и действительно вот нету ощущения того что оно приготовлено без бульона самое главное выбирайте естественно правильную хорошую тушенку огромное спасибо яндексу за то что пригласили меня поучаствовать в данном проекте мне было действительно очень приятно сделать подборку рецептов после нового года там их 12 или 13 штук этот я тоже включу потому что он быстрый простой и очень вкусный имейте ввиду ссылки на яндекс алису будут в описании ну а с вами был как всегда алексей грильков подписка на основной канал ссылка на группу вконтакте будет в описании до вкусных встреч пока слушайте мне очень интересно слушай алиса ты любишь супы спрашивайте конечно наш человек